всем большой привет очень рада видеть вас сегодня на моем канале и в этом видео мы поговорим о покупках в месяце феврале было совсем чуть-чуть покупок я себя по-прежнему держу в руках и теперь я не покупаю что-то с запасом ну по крайней мере стараюсь это делать жду пока у меня все закончится останется чуть-чуть где-нибудь на недельку да я помню я знаю откуда это на донышке да вы поняли откуда это да останется на донышке и тогда только я буду совершать покупку потому что больше я не складирую уход по крайней мере я больше вы не складирую да с декоративной косметикой чуть сложнее но по прежнему есть продукты которые меня полностью устраивает их я не собираюсь менять но то что касается там помад каких-то карандашей ну почему бы их не покупать в каком-то среднем хотя бы количестве для того чтобы у тебя был выбор и так сегодня покупки давайте сначала поговорим о двух уходовых средствах а потом чуть-чуть поговорим о чуть больше двух средств игрательной косметики и так первое с чего хочу начать это два средства по уходу за телом от марки guam марка guam итальянский такой проф или люкс бренд который делает средства для тела также для лица также у них есть средства для волос но особенно знамениты они конечно же своими средствами для тела это их обертывания потрясающие с водорослями их крема масла различные средства от целлюлита для похудения они все это очень интересно серьезно рассказывать мне очень серьезно к этому подход у них есть средства под разные стадии этого заболевания поэтому да они наверное на первом месте по производству каких-то подобных средств я пробовала что-то у guam когда-то давно и ничего не помню давно хотел попробовать и вот взяла два продукта дневной крем точнее крем от целлюлита или для похудения как хотите для дневного применения и масло с дренажным эффектом которое очень давно хотела попробовать у них по моему есть еще и крем для вечернего применения и так первое это крем для дневного применения называется он крем против жировых отложений отложений дневной интенсивный значительно уменьшает объем и делают кожу мягкой и упругой наносить непосредственно утром на жировые отложения у него достаточно густая консистенция он так туго выдавливается но при этом очень легко наносится очень быстро наносится имеет потрясающий какой-то волшебный сказочный аромат впитывается где-то приблизительно две-три минуты кожа ухоженная увлажненная такая слегка влажная но это первые две-три минуточки и гладенькая ушли ли какие-то объемы целлюлит и все остальное нет потому что я достаточно мало пользуюсь очень надеюсь что он действительно будет каким-то потрясающе эффективно и второе средство вот такое вот незамысловатое без каких-либо опознавательных знаков на самом деле эти опознавательные знаки я их содрала потому что любое масло вот с такими штучками ну нельзя просто не превращается вот в такое вот безобразие называется это масло с дренажным эффектом для массажа улучшает микроциркуляцию расщепляет жиры здесь куча эфирных масел здесь зеленый чай разглаживает смягчает и низирует кожу подходит как для домашнего самомассажа для дома для лимфодренажного массажа для антицеллюлитного массажа потрясающее масло его я использую гораздо чаще мне кажется что я даже по моему купила это в январе может быть не помню ну да ладно предположим что я купила это феврале использую его ну в общей сложности этим кремом я наверное попользовалась раз 10 от силы этим маслом я попользовалась наверное дней 20 например вечером но не каждый день а как вспомню как-то у меня так всегда складывается когда только покупаю средства для тела я как-то не могу наладить их использование все время что-то отвлекает но потом я вхожу в ритм и так масло имеет приятный аромат хорошую такую правильную легкую маслянистую текстуру нажимая раз 8 наверное на одну скажем так ногу сверху донизу и потом прохожусь делаю такой массаж с помощью пупырчатой такой щетки не принесла ее такой жесткой пупырчатой пластиковой резиновой щетки от за body shop одеваю на руку и уже снизу вверх как бы прохожусь ноги живот попа все что где застаивается жидкость везде где целлюлит какие-то неровности какие-то птозы и все остальное вот везде там можно хорошенечко массажировать это масло этому очень способствует кожа гладкая такая мягкая пока ничего особенного сказать не могу могу сказать точно что эти средства очень 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 приятных применений у них хорошие текстуры у них великолепные ароматы надеюсь что и действия они будут оказывать тоже очень очень положительное и дальше быстренько по декоративной косметики как я сказала что уход не коплю больше декоративную косметику не копить сложнее но все-таки у меня это начало хорошо получаться уже достаточно давно и я стараюсь держать себя в руки в руках даже не то что я держу себя в руках я просто понимаю что мне это не надо но только если это прям не что-то такое что не действительно очень хочется попробовать к одним из таких кстати средств относятся кисточка от шесейда очень знаменитая кисточка такая скажем так разрекламированная наверное на всех ресурсах которые только существуют я всегда ее хотела точнее смотря виде ее где-то понимала что да мне надо но оказывается в магазине никогда об этом не помнила хотя когда вспоминала ее никогда не было купила я ее в литуаль по моему была какая-то скидка кстати обошлась мне очень недорого что-то в районе 1300 по моему значит знаменитая кисточка от шоссеи да предназначена для нанесения тонального средства perfect foundation brush она называется она вот такая вот малюсенькая я кстати говоря знала что она такая маленькая но честно говоря когда люди говорили что она маленькая я почему-то не предполагала что настолько маленькая давайте я реально вам покажу чтобы понимали она ну прям маленькая то есть она прям вот 10 сантиметров наверное относительно лица давайте вот как попробуем то есть она прям вот массив пусечка действительно там из этом чуть больше пальца ну то есть прям малюсенькая малюсенькая но работать ей кстати очень удобно она маленькая но такая какая-то юркая здесь она тоже очень маленькая прям вот такая малюсенькая малюсенькая то есть вот если сравнить вот там три пальчика да наверно три вот это или вот как большой пальчик она маленькая действительно вот если я приложу к лицу она такая маленькая но она какая-то потрясающая великолепная и какая-то волшебная она практически не впитывает в себя это конечно же искусственный ворс она практически не впитывает в себя тональный продукт, у меня это перфекционист от Estee Lauder и ей наносила корректор от глаза там или еще куда-то от MAC, она практически не впитывает в себя продукт, полностью его отдает. Наносит не как-то так поверхностно, а прям втирает этой, своими этими волосками, прям втирает и полирует кожу. Наносит не то, что, знаете, вот большой кисточкой нанесешь, а потом вот начинаешь подкорректировать там всякие эти маленькие моменты. Она сразу наносит, как бы вот в одно нанесение, то есть тебе не нужно разнести, а потом как бы где-то подкорректировать. Она прям сразу все наносит. Очень качественно, очень хорошо, такой классный, ровный получается тонкий слой тона. Чем-то мне показалось похоже на нанесение на Beauty Blender. Если тон с сиянием, вот как перфекции, как перфекционист у него есть этот момент сияния, он не вбивает, он оставляет его. Корректор наносит классно, тональное средство наносит классно. Я наносила пудру под глаза, на нос, все делает замечательно, поэтому она реально великолепна, она действительно такая хорошая, как все о ней всегда говорили. Дальше пройдемся по двум продуктам от марки L'Etoile. Я никогда, по-моему, ничего у них не пробовала, ну, как-то не знаю почему. Значит, я купила два продукта, и оба они для бровей. У меня на подходе, почему я купила, потому что у меня прям вот на донышке осталось корректирующее средство для бровей, фикс от Жранши, и вот этот вот карандаш я купила, потому что я давно хотела такой карандаш попробовать от Бенфит, ну да, Бенфит теперь куда-то, где-то его надо теперь искать, не везде он есть, поэтому вот прям сложился такой отличный дуэт, попробовать. Итак, первое, Fatal Fix, фиксирующий карандаш для бровей, то же самое, что я покупаю уже очень-очень много лет, от Живанши, прозрачный прошу прощения, прозрачный гель для корректировки бровей, для того, чтобы их фиксировать. Я его еще не попробовала, вот у меня абсолютно новый, но где-то читала, что он хороший, действительно держит. Меня карандаш от Живанши устраивает на все 100%, но в принципе, если я смогу сэкономить, этот стоит, не знаю, рублей 300, наверное, тот стоит, наверное, полторы, ну или сколько, не знаю, если я смогу сэкономить, и это будет что-то одинаковое, то как бы да, ну нет, так значит нет. И второй карандашик, это вот двухсторонний карандаш, у меня это 302 оттенок, там, кстати, их несколько, 301, вот они такие светлые карандаши, все двухсторонние, 301, по-моему, желтоватый, а 303, не знаю, четвертый был или нет, 303, прям коричневатый, а вот 302, он как раз такой светлый с розовым пигментом, значит, что здесь, здесь с одной стороны вот такой вот бежевый карандаш, абсолютно матовый, его, он даже слегка с таким, знаете, лососевым, как будто бы потоном, его можно наносить как на внутренние века, ну, по крайней мере, я не знаю, куда его можно наносить, это написано вообще хайлайтер для век, типа, где-то что-то отбелить, как уже попробовала использовать его я, да, я выделяла брови, нормально, можно его растушевать, он не очень хорошо тушуется, ее становится, как бы, границы становятся четче, я наносила по нижнему веку, очень, кстати, неплохо, правда, не сказала бы, что держится хорошо, но такой хороший цвет, такой лосось, как бы, и он как-то так отбеливает глаз, вот мне показалось, очень прикольно, наносила по контуру губ, кстати говоря, можно их сделать так пошире, так растушевать, и они будут такие более пухлые, очень мне понравилась эта сторона карандаша, ну, и вторая сторона, у карандаша, это действительно такой, прям, хайлайтер, я даже не знаю, увидите вы что-то или нет, вот там что-то такое поблескивает, он абсолютно светлый, такой, знаете, оттенок шампанского с очень симпатичным, деликатным блеском, вот я сейчас растушую, и наверняка вы что-нибудь увидите, как будет поблескивать, вот когда его растушуешь, он действительно очень такой неплох, я его наносила, чуть-чуть на губу пробовала, наносила под бровь, и мне кажется, что его даже можно будет попробовать нанести на скулы, пока мне понравилась такая симпатичная штучка, поиграюсь потом, чуть позже расскажу вам, как поточу несколько раз, значит, уже несколько раз использовала, и что-то для себя поняла, ну, и последние два средства, которые купила, это две помады, как вы знаете, я уже какое-то время разбираю свою косметику, много всего я выкинула, много помад раздала, а не потому, что они там плохие, или какие-то еще, просто есть помады, которые стоят и застаиваются, ты понимаешь, что вот я там оставила сейчас помаду, опять вот разбирала, например, там неделю назад, вынула одну, например, да, помаду там, не знаю, там то ли выкинула, то ли отдала кому-то, но это же не важно, и понимаешь, что помада от Эвсон Лора, вот у меня, которая там в каком-то восьмом, по-моему, оттенке, я понимаю, что она стоит у меня уже давно, то есть да, был промежуток времени, я ей пользовалась, возможно, да, не то время, она светлая, она очень холодная, возможно, придет лето, поэтому я ее пока одержу, но вот есть такое, знаете, смотрите и думаешь, ну, блин, вот она стоит уже месяц, ты ни разу к ней не протянулась, зачем, если ты можешь купить средства, которым ты будешь пользоваться, возможно, и потом, в конечном результате, после всей трансформации, там, не знаю, там вот помад, например, в конечном результате, у меня их останется семь, но я ими буду пользоваться постоянно, они будут заканчиваться, я буду пробовать что-то новое, либо возвращаться к ней, и я, наконец-таки, найду какие-то продукты, такие, например, как я нашла, например, свой тон, ну, да ладно, значит, у Chanel вышел новый продукт для губ, называется он Le Rouge Crayon de Couleur, да, я говорю по-французски, иногда, у меня это номер два, во втором оттенке, я хотела, кстати, сначала взять третий, он более розовый, такой розово-сиреневатый, холодный, но потом, пока я ходила, гуляла по магазину, я поняла, что, и это сразу не заметила, в третьем оттенке, обратите на это внимание, если будете выбирать, в нем какой-то перламутр, вот мне показалось, что-то такое, и я от него отказалась, и взяла второй, и очень им довольна, если не сказала, то этот карандаш сегодня у меня на губах, и так, это карандаш, как бы, как его перевести, помада-карандаш, цветная помада-карандаш, да, сохраняет в себе, опять, две функции, как, в принципе, все карандаши это делают, это и подводку контура, и закрашивание всех губ, выглядит он вот таким образом, здесь виден оттенок, сам этот карандаш выкручивается, и, слава богу, закручивается обратно, я уже, кстати говоря, достаточно много его использовала, сейчас укручу его обратно, потому что сначала он прямо, это, ну, торчал, когда его продаешь, сейчас уже почти, когда его продавали, сейчас почти нет, вот если вы видите, его почти нет, я его использовала достаточно много, очень хороший оттенок, очень нравится, очень красивый, такой, какой-то нейтральный, чуть, может быть, тепловатый, но правильный, тепловатый, и мне кажется, нейтральный, абсолютная такая помада на каждый день, вот так вот выглядит у руки, да, здесь всегда может быть чуть поярче, но вообще, мне кажется, что очень похоже, и так, обводит контур губ, отлично, закрашивает губы, отлично, есть небольшие минусы в этом карандаше, значит, если я его наношу на бальзам для губ, то есть, я когда крашусь, я сразу наношу бальзам для губ, потом крашусь, если губы немножко пересушены, или еще какие-то, если я добавлю еще бальзамы, например, потом промокну, но он все равно остается, я замечаю, что этот карандаш помада плывет, буквально через, и даже если у меня без бальзама губы, но без контура, не этого контура, а какого-то стороннего, у меня это почему-то помада плывет, я это заметила спустя, наверное, где-то 2 часа, то есть, предположим, я ее накрасила, это был прям буквально первый-второй, первые вот два раза, я накрасила губы, например, в 9 утра, и в районе 11, полдвенадцатого, глядя на себя в зеркале, я поняла, что у меня ощущение, она не то, что растеклась, у меня было ощущение, что она как-то затерлась по контуру, было ощущение, как это тут, сестра моя сказала, обветренных губ, то есть, вот реально было ощущение, она как-то так вылезла, и было ощущение обветренных губ, пришлось все это стереть, запудрить, накрасить заново, потом была опять такая же ситуация, потом еще раз, на следующий день тоже что-то как-то было, я поняла, что нет, с этим карандашом в обводке у меня не очень складывается, хотя сегодня вот я уже сколько, часа 4, а, я же другой была помадой в других видео, точно, нет, я не с ней, часа 4, но у меня контур сейчас другой, поэтому, значит, какие плюсы, цвет, удобство, то, что это карандаш и помада, хорошо наносится, что-то не чувствую никакого аромата, поэтому ничем не пахнет, тоже хорошо, хорошо держится, не сползает где-то в одном месте, вот как-то красная, например, как-то постепенно она сходит, но пигменты никакого за собой не оставляет, какие минусы, лично для меня, что я пока заметила, растекается по контуру, делает какие-то обветренные губы, по крайней мере, этот оттенок у меня, у приятельницы есть, она в красном, она говорит, я хожу без карандаша, как бы, почему у тебя течет, я не понимаю, она говорит, я целыми днями с этой красной помадой у меня все ок, не знаю, значит, это у меня такие проблемные губы, возможно, я слишком переварщиваю с бальзамами, может быть, я ими пользуюсь, 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 но хотя вот я с ней была, по-моему, и вчера, и позавчера, ничего у меня не растекалось, но я теперь с контуром дёровским её наношу, поэтому как-то так. Растекается у меня, то есть, ну, было, по крайней мере, это замечено, с контуром, с другим сторонним столом, с контуром не растекается, идеально себя ведёт, хорошо, достаточно долго держится, вот прям до обеда можешь ходить, и не будет никаких проблем, единственное, что чуть-чуть подсушивает, я использую бальзам постоянно, но как я её начала использовать каждый день, у меня прям был промежуток времени, когда я её как купила, я её прям, не знаю, дней семь пользовалась, не заканчивая, и у меня прям аж корочки какие-то появились, хотя с погодой вроде всё нормально, поэтому пока я бы сказала три с плюсом, вот лично для меня, пока как-то так. Если пробовали, то поделитесь, пожалуйста, своим мнением, если они есть у вас, расскажите, какие оттенки, как себя ведут, и заметили ли какие-то минусы. И последний продукт, который приобрела в феврале, это тоже помада, в связи с тем, что я разбираю, я покупаю какие-то новые помады, это, насколько я понимаю, новая помада от Жванши, называется она Руш Интердит Винил, у меня она в 0,4 оттенке, многие, по-моему, сейчас их уже накупили, все так удивляются, такие говорят, ой, у них такой хвостик, но вообще-то у Жванши уже давно помада с таким хвостиком, поэтому уж насколько я не являюсь большой поклонницей декоративки Жванши, но удивляться вот этому вот хвостику, ну как бы да. Наверное, её даже можно повесить в виде, кулона. Оформление, да, прекрасное, очень-очень симпатичное, здесь сам вот этот мне очень нравится, такое ощущение, что там внутри что-то такое стальное, то есть потрясающе. Давно, в принципе, у них такие помады, только не помню, насколько, как давно Руш Интердит именно они перевыпустили в такой формат. Вот такого оттенка помады, но вообще она абсолютно не такого, здесь она прям смотрится какой-то такой красноватый, а на самом деле она не такая красная. Она достаточно светлая, вот по сравнению, вот она по сравнению с помадой, карандашом от Жванши. У неё тоже такой тёплый потон, она такая персиковая, розово-персиковая, наверное, я бы сказала, достаточно светлая, я ещё, кстати, её ни одного раза не носила, это вот в тему того, что иногда покупается и не носится. Но я прям, я просто вот привязалась к этой помаде, она удобная, вот удобная. Ты нарисовал и побежал, даже если что, без зеркала нарисуется, поэтому эта помада пока лежит, ждёт своего часа, но светлые оттенки, они долго особенно не залёживаются, потому что сейчас придёт настоящая весна и лето, когда можно будет точно их использовать. Она по своему нанесению такая очень кремовая, имеет глянцевый финиш, красивый оттенок и говорят, что она очень хорошо, ну, конечно, я попробовала дома, в смысле, да, она хорошо смотрится на губах, она такая кремово-сатиновая и очень приятное, знаете, ощущение, как будто ты нанёс такой хороший, прям питательный бальзам на губы, вот, или такой хороший какой-то даже не знаю, или такое что-то маслянистое на губы, то есть вот губам с ней очень комфортно, но пока целыми днями её не носила, поэтому ничего сказать не могу. Вот такие две помады купила в этом месяце, одну ношу в хвост и в гриву, как говорится, вторая лежит, ждёт своего часа, но пока всем довольна, если у вас тоже появились какие-то новинки декоративной косметики, обязательно делитесь, если что-то новое, интересное попробовали, советуйте, побегу, посмотрю, может быть, тоже что-то пропускаю, как обычно и как часто со мной это бывает. Мы с вами увидимся в комментариях, мы с вами увидимся в следующем видео, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете и пока-пока!